Всем привет! Патч 3.5 ПТУ это последний из новых кораблей, которые нам в этом патче добавили, Миск Рейлиант Мако. У нас в игре есть более 100 кораблей различного вида направлений, как говорится. На любой вкус и цвет и найдешь здесь себе корабль от мала до велика. Военные корабли, легкие, средние, тяжелые истребители, бомберы, ракетометные, исследователи от мала до велика. Грузовики, так там вообще просто здоровые, манерские корабли, сальважи, пиратские, медицинские и т.д. Вариаций просто тьма на любой вкус и цвет, как говорил. И данный корабль за 85 баксов отличается от всех абсолютно кораблей. Я бы даже сказал, он своего рода уникальный корабль в этой игре. Опять же он станет более уникальным, когда все-таки механику подвезут, именно рассчитанную только на этот корабль, по крайней мере на данный момент. Может в будущем еще такие же корабли появятся, но все же. Корабль Репортер Новостной корабль Да Стандартный Релиан, который вы все прекрасно уже видели в других обзорах. Стандартные две пушки второго размера на крыльях. Желтенький цвет. Такой же шикарный обзор и все в таком же духе. Отличие, как обычно, в самой турели, она очень похожа на турель от Релиан Цен, только сзади нету самого сканера. Что мы можем делать на этом месте? Ясно дело, нам нужен второй человек. Там, по сути, как это, видеорежиссер или как он нам называется, видеооператор, кто у нас все летает и снимает. Именно этим и будет заниматься копилот. То есть мы включаем второе место, переходим в турельку и вуаля, мы можем с помощью нее смотреть, скорее всего, в будущем хорошо приближать и, наверное, даже записывать звук. Вот это, по сути, его предназначение и есть. Но самый кайф внутри корабля. Что ж, пройдем. Там шикарно. Ну что ж, стандартно. Панели, туалет, две койки. Мы же все-таки вдвоем летаем. Но само отличие, как обычно, по правой стороне. Место сбора, по сути, записи вашей информации, звука, картинки и т.д. И место режиссера, скорее всего, это будет получаться. Который сможет делать новости. По сути, ролики в игре. Ролики игры в самой игре. Зачем нам записывать какие-то там обычные ролики, вот как я сейчас это все делаю, когда мы сможем это делать в самой игре. Смысл как бы в этом. И смотрите, что сейчас произойдет. Мы включаем питание. Красиво. Все-таки закругленные худы. Очень много всего. Как я говорил, на данный момент нет еще механики. Ясное дело, самих худов, которые будут именно присущи данному кораблю. А так, в будущем, здесь можно будет монтировать тот видеоряд, который вы насобирали. Скорее всего, также аудиоряд. Собирать, по сути, свой ролик и т.д. Может быть, тут телевизор можно будет включить и посмотреть. А что в новостях другие люди засняли. И что вообще у нас творится на нашей системе. И так далее. Как бы возможностей у этого корабля в плане информационных довольно-таки много. Даже больше, чем у любого другого корабля. И именно потому, что здесь креново куча худов. Либо это будет один большой-большой-большой худ. Самое главное, все эти худы, они все работают. Можно включить нужную тебе панель. Которую прямо сейчас, прямо сию секунду ты хочешь. Помочь своему коллеге, с кем ты прямо сейчас в игре играешь. Попереводить охлаждение, турельки повключать. И все в таком же духе. Да, ясно дело, турель правая. Она всегда меняется на другую релиантовскую турель. Можно сюда пушку поставить. По скоростям, по маневрности и т.д. Все корабли здесь одинаковые. Поэтому мы это тестировать не будем. Но, как я говорил, релианты довольно-таки интересные. Полуушианские, полууеешные корабли. Тем более, Мака, как я говорю, это вообще мега уникальный корабль. Он отличается от всех кораблей, которые вообще здесь у нас на данный момент. Патчи 3.5 вообще доступны. Что думаете вы о этом корабле? Ясно дело, ребята, напишите свое мнение в комментариях внизу. Лайки, подписки и увидимся на канале. Пока-пока.